Девчонки, я в прошлом видео, сегодня которое утром записывала, хотела вам рассказать, как мне позвонила. Не позвонила, а написала девочка в инстаграм. Она давно меня смотрит, она с просьбой. Она еще в том году мне писала, чтобы я разыскала по номеру телефона, я не могла дозвониться, своим родственникам из Днепра. Но так телефон она меня и не выслала. Да, это прям у нее был крик о помощи, в каком плане, что я сейчас покушаю, вам все расскажу. В каком плане, в общем, они сами с России, всей семьей они выехали, они уже в России не живут. А связь потеряна именно когда началась война Украины с Россией. И родственники из Днепра от них полностью отказались. И тут такая ситуация, они живут уже два года за границей. Эти родственники не знают ничего, то, что они уехали из России. Они переживают, тоже не знают. Чтобы вы понимали, это родная сестра. Плачет, переживает. Жива, не жива. Племянник, 26 лет, на то время было мальчику. Когда они, родному племяннику, да, когда последний раз они общались. И такая просьба, они живут на Красном Камне. Была просьба, был мне дан адрес, чтобы я поехала. Была долгая переписка, не один день, поверьте мне. С другой стороны, может, было бы опасно, знаете, мало ли кто. Много же недругов есть, людей. И много же есть людей, которые, ну, тебе расположены очень негативно и с угрозой твоей жизни. Они даже есть такие, да. Вот. Ну, так как я ее знаю по комментариям. Девочки, такая сегодня была ситуация у меня. Сейчас я поем, потому что голодная, по впечатлению. Вот мой суп, суп с пельменчиками. Девочки, кто не покупает баварский хлеб, зря делаете. Какой же он вкусный. Еще, девочки, кто не ест горький перец? Вот кто ест горький перец, значит, вы моя подруга. Настоящая моя подруга. Мы с вами одно целое. Знайте это. В общем, я перекушу хлебушком сейчас. Так сказать, мне не хочется делать так сильно агрессивный рассказ и такое агрессивное видео. Мне Люда говорит, мам, пожалуйста, давай я с машины выйду, пожалуйста, без меня. Едь по своим делам. Она была противник огромный, чтобы я ехала. Потому что я не знаю, куда ты едешь и с какой целью. Кто там тебя ждет по этому адресу. Я вот сейчас окунаюсь в это событие. Я исполняю с розумом девчина. И в то же время мне так хотелось помочь этим людям. Мне так хотелось успокоить, чтобы они хоть какую-то весточку. Самое, что интересно, телефон они не сменили, родственники из Днепра. А заблокировали. И нет возможности дозвониться. А когда они звонят с других номеров, как только они слышат, что это они, они не могут реабилитироваться, они могут и слово сказать. Хотя во время этого вторжения, как мне эта подписчица говорит, ничего наоборот. Она позвонила сразу, спрашивала, как и что, но и в ответ послышались проклятие. Только за то, что эта сторона, которая сейчас за границей, они сказали, давайте к нам. Они не разобрали ситуацию, что и как, почему. И наши украинцы их послали. Далеко и надолго. Вот я сегодня ездила. Сейчас полярка камень, имен я говорить не буду. Рассказывать этот случай могу, потому что это очень поучительно, это интересно, трогательно. И, друзья, я еще убеждаюсь, я всегда утверждала, что все мы люди, да, мы разные, но мы люди, мы должны помогать друг другу. И мы должны, смотрите, не бывает таких ситуаций, не хочешь, надо, значит, заставить человека, хотя бы выслушать. Ну, нельзя так вот жить в ненависти и в какой-то такой, знаете, в своей боли. Значит, история закончилась ничем, но я вам сейчас расскажу. Приехала на Красный Камень, у меня только был адрес и номер квартиры, на подъезде стоит код. Я кода не знаю. Вот, пробовала, я пробовала набирать по квартире, ничего не получается. села на лавочку, такой скверик, красивенькая, там, ивушки, виноградик. Думаю, что-то будет или выходить, или заходить, и я попрошусь как-нибудь, скажу, что мне в такую-то, такую-то квартиру. Минут через 10 дедушка идет с палочкой, как раз в подъезд. Я попросила, попросила разрешение, пожалуйста, можно я с вами зайду? А вы до кого? Я в такую-то, такую-то квартиру говорю. А вас, а вас очипают? Я говорю, ну нет, меня не ждут, но дело в том, что мне очень надо. Я вас не буду пускать, это моя суседка, у нее сейчас такие станы, дуже гарный. Я в ней сейчас запитаю, якщо вона захоче вас побачить, по якому, по якому исправе. Мене кожене волнует. Я же не говорила, что там по газу, по свету, нет. По личному вопросу. Прям дедушка такой, знаете, консьерж, но это не так, нет, обыкновенный подъезд, обыкновенная 9-этажка, жилой дом. Думаю, ну ладно, не буду я наглеть. Думаю, все равно, сейчас кто-то другой зайдет, я попрошусь, какая-нибудь женщина, объясню ситуацию. Сижу, девочки, но никого нет. Никого. 11 часов, полдвенадцатого. Некоторые там пенсионеры проходят мимо. Моего возраста людей нет. Но никто не вышел ко мне, никто меня вообще не... Ну, короче, никто не вышел. И, слава Богу, выходила девушка с колясочкой, и я придержала дверь, она, спасибо, спасибо, и я зашла. Лифт не работает, поднялась на высокий этаж, вот, звоню в квартиру, открывает, сразу мне открыли, правда. Кстати, дедушка, как и не дозвонился, она была, я спросила, она была в ванной. На цепочке так, дверь открывается. Что вы хотели? Знаете, так, коротко и ясно. А я как-то, знаете, я так, я не ожидала, что быстро дверь откроют, я говорю, Яна Телла, я, ну, так и так, объясняю, девочки, извините, не могу имен говорить, вот, в общем, запинаюсь, в общем, веду себя как, ну, как-то по-детски, с ноги на ногу, ну, и что, что, Нателла, что вы хотите? Ну, я никому ничего не даю, никакие деньги, никому не это, я говорю, да нет, нет, и, короче, начинаю ей строчить, прямо, строчи пулеметчик, да, за синий платочек, вот, она говорит, ну, я знаю вас, Нателла, вот, я знаю, я вас когда-то смотрела, мне ваш канал не нравится, и вы сами мне не нравитесь, и вообще я вас не приглашала, девочки, прямо вот так вот, я говорю, пожалуйста, давайте вы или выйдите ко мне, или я к вам зайду, давайте, сейчас не о моем канале, поверьте, меня привело, привело к вам надежда на то, что вы меня выслушаете, пожалуйста, выслушайте меня, она, ну, ладно, заходите, я стою у порога, рассказываю, рассказываю, женщина, 46 лет ей, да, девочки, ну, выглядит она хорошо, но там печать, такой, я говорю, ну, печать, такой скорби, такого холода, такого неприятия, прямо, вы понимаете, от нее такой мороз идет по коже, и глаза такие раненые, раненые, я ей говорю, я говорю, она говорит, вы все сказали, я говорю, да, все, я ситуацию объяснила за этих людей, она говорит, я вас услышала, прям так, такая конкретная женщина, я вас услышала, лотелла, спасибо, конечно, что вы побеспокоились, а я ж ты, и в том году еще просила, и так, и так, в общем, много говорю, говорю, и что она мне говорит, знаете, вот она начала говорить, и она, знаете, как начинает говорить, так вот, спасибо, что вы побеспокоились, У меня сын пропал без вести. Муж погиб. Пока я не найду своего сына, никаких связей с вот этими вот у меня не будет. И мне не важно, где они сейчас живут, что они делают. Я говорю, пожалуйста, поймите. Она... Нателла, я вас выслушала. Очень категоричная. И я такая, боже мой. И я, знаете, я так... Стоим на пороге, не приседешь, ничего. Я такая взяла и заговорила, боже мой, сколько ж сыну. И я так, знаете, как вопрос себе. Как вопрос себе я задаю. Сколько ж сыну. Потому что та, говорю, что 26 лет. Она говорит, 28 лет. В общем, пропал без вести. Она и в части была, и с командирами. Девочки, то, что она мне рассказала, я здесь на канале рассказывать не буду. Как она... Она проклинает. Она проклинает эту войну, понимаете. И все, что с ней связано. Никто не видел, никто не знает, где он и что он. Понимаете? Никто. Его не видели погибшим. Его, как вот сколько таких случаев, выносят раненым там или в плен. Не в плену нигде его нет. Она мне высказывала много таких версий. Потом, что она... Но у нее такие версии, понимаете, фантастические. Фантастические. Чуть ли не забрали его инопланетяне. Мать, я понимаю. Я потом начала поддерживать разговор. Немножко ее успокаиваю. Говорю, ну как успокаиваю? Чем могу успокоить? Вот, а вот туда обращались. А туда, вот Красный Крест. Говорю, а по вот этим вот, чтобы посмотрели экстрасенсы. Потому что я знаю, что люди многие занимаются. Люди обращаются. Люди в разные... В разные инстанции обращаются. Ну, хотя бы какой-то кусочек надежды. Хоть чего-то. Она говорит, Натал, понимаешь, говорит, тут у меня, говорит, муж, я знаю, да, все. Приезжал командир, приезжали побратимы. Мы его, говорит, все, похували, кажется. А вот это вот, и знаете, у меня так слезы на глазах. Прямо я уже и забыла, что к ней приехала по этой просьбе, чтобы она связалась с родственниками. Она потом говорит, Натал, ты знаешь, спасибо, что ты приехала. Она мне очень много таких вещей сказала. Грубых, хамских таких, знаете. Не в мою сторону, нет. Но вот она, она как-то, знаете, так выплескивала, выплескивала. И потом она так с улыбкой мне говорит, да, все-таки. Какие же, говорит, блогеры интересные. Совсем не те, за кого себя вы даете. Говорит, вы такая жиночка, кажа. Она у нее русский, украинский, но она сейчас старается плохо, но старается только на украинском общаться. Я тоже с ней старалась. Я вошла в ее ситуацию, я вижу человека обозленный, я вижу человека, она безнадежна, просто безнадежна. У нее такие планы, что прямо инопланетяне собрали. Ну, мать, мать. Она мне, короче, так сказала, было мне приятно, что вы не такая, как на канале. И она думала, что я пустышка, дурнушка, и она, это я, я смотрела, когда секонд-хенд я показывала. Я вам как-то написала, чтобы вы написали мне адрес, где вы скуплялись, я на Красном Камне рекламу делала в магазину секонд-хенду. Вот, и она, Наташа, пожалуйста, напишите мне. И я ей писала. А потом я вас перестала смотреть, вы мне не понравились. Ну, девочки, мы же разные, да, разные. А вот так мы с ней пообщались, я говорю, ну что, вы будете звонить или как-то, что мне передать? Пока я не найду сына, никакой связи не будет. Я дуже, скажем, люблю свою сестру, дуже, дуже, и поважаю ей человека. Я дуже намагаюсь сразумить их, что они покинули всю. Не буду говорить, как она назвала эту страну. Я говорю, ну, может, как-то сообщаю, они будут вам помогать, а ничем они мне не помогут. Они, говорят, помогут мне только тем, если они меня оставят в покое. Вот человек закрылся. В общем, я уехала ни с чем. На ту сторону я написала, отзвонилась. Сначала написала, потом мы созвонились по Вайберу. Там истерика, слезы, они же не знали ничего этого. Я сказала только одно, я говорю, крепитесь, молитесь, помогайте издалека. Не принимают вас, помогайте. Финансово, морально, в церковь идите, к экстрасенсам идите, ищите. Ищите племянника, ищите. Пока, говорю, с вами на связь выходить не будут. И мне там, на той стороне сказали, Нателла, боже, спасибо тебе большое, огромное. Девочки, вы знаете, я... Это было ей так год или полтора назад, когда была первая просьба. Потом женщина пропала, потом она написала мне номер телефона, я звонила, но мне на той линии никто не отвечал. Вот такие идут, и все. А потом вообще такие были, вот такие, ту-ту-ту-ту-ту. Я, кстати, спросила, вот, да, почему не могу дозвониться. А у нее только звонок сейчас на мужа и на сына. Человека не мало, скажи, я сама себе, скажи, могу дозвонить скислать. 46 лет ей. И такая она, вы знаете, девочки, такая гарнодиночка, такая ухоженная. Я не могу сказать, что она старше своих лет выглядит. Ну, как она ранена, боже, девочки, я не знаю. Я, это такой случай, это просто... В общем, я, она потом говорит, может, зайдет, Наталла, может, зайдете, я ей чай, кофе, уже потом, в конце разговора. А я, вы знаете, мне захотелось побыстрее уйти. Мне очень неловко, очень неловко, неудобно. В своем этом синем наряде, со своей косметикой, со своими ресницами, волосами. Со своей вот этой вот... В общем, чувствую себя не в какой-то такой тарелке. Единственное, что у нее спросила, можно я как-то вам... Или позвоню. Она говорит, нет, звонить не надо. Я говорю, можно как-нибудь навещу. Я вас навещу. Она говорит, можно. Дала мне код от подъезда. Говорит, можно. Приезжай. Если дома нет, значит, нет. Только навестить можешь. Звони, говорит, не надо. Я тебе кажу, тики слуха в курицинализме. Вот такие случаи. Люди, что с нами? Люди, что с нами? И вот... Это очень грустно. Мне кажется, в моем рассказе не будет никаких негативных моментов, негативных комментариев. Дорогие женщины, вы все мамы. Мы все мамы. Дорогие женщины, мы все жены. Бабушки. Дорогие женщины, мы с вами любимые женщины для кого-то. Кто-то любит нас, кто-то мечтает о нас. Кто-то хочет, чтобы мы ждали, волновались, переживали. С этим соприкасаться очень и очень больно. На это все смотреть. Очень больно. Так что вот такое у меня сегодня было. Я сразу звонила из Людмиле своей. Вы знаете, это не скупая, не актерская слеза. Может, кто-то может мне, знаете, написать. Я просто вот эта вот женщина, на нее смотрю, ей 46 лет. Я к ней прям на лвы. Стоит глыба, холодная людина такая. У нее много силы. Она это все выдержит, по ней видно. Она не ударилась ни в бутылку, ни еще куда-то. Но ей никто не помогает. Ее бутсают. Просто бутсают. В общем, девочки, огромная просьба. Кто что знает, куда вот ей лучше обращаться. В час нет. По поиску она обратилась. Я посоветовала экстрасенсу. Она только так улыбнулась. Я в это все нет. Может, у кого-то есть какой-то опыт. Может, у кого-то есть какой-то случай. Напишите мне. Вот куда можно целенаправленно. К красному кресту уважения просто нет. Понимаете, как? В этой бригаде, где он был, сын. Из двухсот человек десять живые. Из двухсот. Но это не говорит о том, что их нет. Очень много пропавших безвестей. Очень много. С этой цифрой. Так что, вот такие вот дела. Ну, а та сторона, пускай думает, шевелит мозгами. Я думаю, пускай даже вот эта вот женщина, которая с России, которая уехала за границу, ее сестра. Я так думаю. Я сегодня и сказала. Ну, не собирайтесь, едьте в Украину. Не пустят. Гостиницу снимете. Вы должны быть рядом. Вы должны быть рядом. У нее никого нет. И уже не будет. У нее не будет внука. У нее не будет любимого мужчины. И сколько таких, девочки? Сколько таких? А сколько таких историй, мы будем еще слышать и знать. Да? Вот у меня ком, когда мне кома рассказывала. Так там побратимы его выносили с поля боя. Но потом не смогли дальше его нести и оставили. Такая была ситуация. Это еще подбахнуто. Такая была ситуация. Были ранения у людей. Они просто не могли. Спасались. Кто был на задании? И кун. Его потом нашли. Могли бы, конечно, спасти. Я ехала в настроении. Я думала, знаете, я тучи разведу руками. А там так все серьезно. И так все. И у меня, знаете, ее глаза. Вот глаза перед глазами. Они такие... Такое впечатление, что они столько видели. Они сами за себя все говорят, эти глаза. Одна моя хорошая. Не знаю. Кому-то может быть полезно. А то, что вы мне напишите, нам это 100% будет полезно. Я этой женщине обязательно передам. Она в ряд уже по на мой канал смотрела. Ну, не нравлюсь я ей. Не нравится это ей крепление. Не нравится ей это все. И сейчас не до этого. Не до этого. Ладно, жизнь продолжается. Всем спасибо вам огромное. Всего доброго. Девочки, обязательно увидимся. Конечно же, на позитивной ноте. Света, Запорожье. Крепись, солнышко. Девочки, Харьков. Я не знаю. Я не знаю. Слово ужасное. Крепись, держись. Девчонки, простите меня, пожалуйста. Но я не знаю. Я не знаю, что сказать. Я только знаю одно, что... Мы сейчас в Украине. Наша Украина... Полностью в слезах. Такой вот ситуации. Что будет дальше, мы сами ничего не знаем. Вообще, знаете, что я хочу сказать? Не держись. Нет, девочки, будьте живы. Все. Просто будьте живы. Все остальное такая фигня. Просто будьте живы. Все. Всем пока. До свидания, девочки. Увидимся. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok